На этом фото отчетливо видна дымка. Смесь химикатов, выброшенных в воздух ночью. Удушливый запах распространился не только по улицам, но и проник в квартиры. Невозможно дышать в нефтяниках, Ленинском округе, центре города и на левобережье. Я ехала в маршрутке, и там дверь периодически открывается. То есть, когда мы уже там доехали, почти до исполкома, дикий запах вообще в маршрутке стоял. Вот у меня газа. Но все жаловаться начали, вышли из маршрутки. Оказывается, это на улице вообще была проблема. От резкого запаха газа большинство мячей жаловались именно на него. Першит в горле и слезятся глаза. Испуганные горожане засыпали в соцсети десятками гневных комментариев. Кто-то предполагал, что начался апокалипсис, кто-то, что массовая травля, а некоторые все же решили внести позитив. И отшутились, что появилась хорошая возможность заправить газовые баллоны. Однако многим омячам не до смеха. Сегодняшняя газовая атака уже третья за последние 2-3 недели. Открыла форточки, чтобы проветрить. И чувствую запах газа. Сразу же закрыла, пошла на кухню проверять. Думала, может быть, у меня плита. Нет, плита выключена, ничего нет. На плиту грешил едва ли не каждый второй. Диспетчеров «Омскгургаза» завалили ложными вызовами с просьбой разобраться, нет ли в домах утечки газа. Специалисты вспоминают, подобная ситуация уже была. В середине февраля, когда неприятный запах появился из-за утечки адоранта. Вещества, используемого в качестве примеси газу для придания ему запаха. Сегодня в Омском воздухе, как оказалось, витает этилмеркоптан. Есть подозрение, что это меркоптановые группы, это самое вещество. Это органическое вещество предельное, то есть это производное предельного углеводорода и сероводорода. Используют их чаще всего в качестве адорантов, как индикатор присутствия природных газов. В настоящее время наши специалисты на выезде производят отбор проб по адресам, откуда поступают жалобы от населения совместно с Министерством природных ресурсов. Сейчас по поручению губернатора Виктора Назарова специальная комиссия устанавливает происхождение неизвестного зловония. Специалисты из Минприроды, Гидромета и Росприроднадзора ведут внеплановые заборы воздуха. По словам экспертов, результаты анализа станут известны ближе к концу дня. Между тем, городские заводы перешли на особый режим работы. Количество выбросов в атмосферу они должны максимально снизить. Для предприятий ввели штормовое предупреждение. Недопустимо то, что происходит. По моим предположениям, выбросы по ночам случаются. Но сегодня у тех промышленников, которые этим занимаются у нас, им, скажем так, не на руку сыграло безветрие и штиль, который в городе образовался. И этот смог опустился на центр города и практически не давал дышать. Однозначно убежден абсолютно, что спрация вредных веществ предельная. Они сегодня и ночью, и утром были в Омске превышены. Поэтому сейчас Омск Гидромета и Министерство природных ресурсов, безусловно, нужно быстро разобраться в этой ситуации, сделать оперативные замеры и огласить результаты. Чтобы мы знали, кому мы должны быть в опуске. Благодарны нарушениям мясового здоровья в том числе. К слову, по словам сотрудников регионального Минздрава, уже были обращения в скорую. Однако, как газовая атака отразилась на больных хроническими легочными заболеваниями и аллергиков, точно пока неизвестно. Так же, как и то, что стало источником неприятного запаха. Сейчас под подозрением примерно три десятка заводов. Екатерина Булучевская, Сергей Гаев, 12 канал.